Роман «Шагренивая кожа» Долго я откладывала ее прочтение и все-таки дошли у меня руки до нее и не зря Главный герой Рафаэль де Валентен, французский парнишка, молодой человек, который прокутил все свое состояние, промотал в различных горных домах и остался ни с чем Человек талантливый достаточно юноша, человек полный различных мыслей, размышлений об этой жизни Он не пустой человек Но из-за своих каких-то слабостей, из-за своих пороков, он действительно впадает в такое состояние, в глубочайшую депрессию, решает, в общем-то, свести счет с жизнью Для этого он выбирает подходящее время, подходящее место И чтобы скоротать время до этого момента, он отправляется прогуляться по улочкам Франции и набредает на антикварную лавку Его внимание привлекает шагреневая кожа Шагреневая кожа это, собственно, либо козлиная, либо конская кожа с выделкой В общем-то, казалось бы, ничем не примечательная Однако на ней написана фраза Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне И эта надпись на санскрите, собственно, является одетстворением всей сюжетной линии, которая проходит через произведение Действительно, хозяин этой шагреневой кожи может желать все, что угодно Но за все свои желания, за все свои просьбы он будет платить частью своей жизни И, в общем, эту шагреневую кожу хозяин этой антикварной лавки дарит главному герою Он сначала скептически к этому относится, но творческие задатки, которые были в главном герое Дали возможность вот этой легенде воплотиться в реальности Получив, собственно, то, чего он желал, роскошной жизни Женщину, которую он хотел видеть рядом с собой Общество, в котором он хотел, собственно, находиться и реализовать себя Получив все это, он боится желать чего-то еще Потому что, естественно, жизнь его с каждым желанием заканчивается Но он боится даже думать о чем-то, что шагреневая кожа могла бы воспринять как его желание Он контролирует свои мысли, контролирует свои действия Он лишается, собственно, этой свободы мысли И когда шагреневая кожа уже стала совсем малюсенькой, когда Рафаэль понял, что дни его сочтены К нему пришло осознание, что в своей жизни он неправильно расставлял приоритеты Неправильно формулировал свои желания И не того, собственно, желал, что надо бы И после себя ему, собственно, нечего оставить Я бы порекомендовала эту книгу молодым людям Которые еще, так скажем, в начале своего пути, в начале своей жизни Чтобы они прочитали эту книгу и действительно тоже научились расставлять приоритеты В своей судьбе, в своей жизни Чтобы они понимали ценность семьи, ценность любви, ценность жизни самой А не ценность денег Он спал здоровым, крепким сном Из зала губ вылетало ровное, чистое дыхание Он улыбался Верно ему грезилась какая-то прекрасная жизнь Быть может, он видел себя столетним старцем Видел своих внуков, желавших ему долгих лет жизни Быть может, снилось ему, что, сидя на простой скамье Под сенью ветвей, освещенной солнцем Он, как пророк с высоты гор, различал в блаженной доли обетованную землю Наконец-то! Анаредо Бальзак, Шагреневая кожа Рекомендую!